Продолжение следует... Продолжение следует... С вопросом техники безопасности уделяется самое серьезное внимание. Обучаемые снабжаются защитными средствами, рабочей одеждой, рукавицами, противоударными касками, спецобувью. Для оперативного общения руководителя и обучаемых на касках наносятся порядковые номера. Обучаемые формируются в аварийные группы по 5-6 человек. По окончании инструктажа аварийная группа в сопровождении руководителя следует в отсек, где она ознакомится с помещением. Три человека спускаются в отсек, соблюдая правила трех точек при передвижении по вертикальным трапам. В отсек подается необходимый аварийный материал и инструменты, используемые в процессе практических занятий и тренировок. Оставшиеся наверху члены аварийной группы также спускаются в отсек. Руководитель ставит перед аварийной группой задачи. При необходимости делаются дополнительные пояснения шпангоута, имеющих угловой профиль. Завести захваты бугеля из-за шпангоута углового профиля. Завести клинья в бугеле с внешней стороны бруса и расклинить опору, подстраховывая во время этой операции бугеле руками. При необходимости между опорным брусом и поврежденным шпангоутом завести клинья и подкрепить набор. Для страховки при работе опорный брус дополнительно крепится к набору с помощью концов. В случае отсутствия бугелей в аварийном снабжении рекомендуется использовать сварку. При затоплении отсеков иногда возникает необходимость подкрепления водонепроницаемых переборок. Для этого поперек набора переборки устанавливается длинный брус, который крепится различными упорами. Брус от палубы располагается на высоте, равной одной третьей высоты затопления смежного отсека. Рекомендуется следующее последовательное скрепление. Устанавливаются стойки в водонепроницаемые переборки. В стойки укладываются брус, которые для страховки крепятся за прочие элементы конструкции судна. Собираются наиболее простые и наиболее надежные упоры в противоположную переборку. При отсутствии поблизости противоположной переборки в качестве опоры может быть использована наклонная стойка. Верхний конец стойки упирается в бинт и подволок. Нижний конец опирается на палубу. Для создания опорной плоскости устанавливается дополнительный брус. Затем устанавливается упорный брус. Для страховки под длинные упоры рекомендуется устанавливать стойки. После завод стеклиниев упор расклинивается. При подкреплении может быть также применена промежуточная вертикальная стойка, которую для страховки необходимо расклинить. Стойка подкрепляется брусьями. Нижним. Верхним. И промежуточным. Затем на стойке устанавливается упорный брус. Между вертикальной стойкой и упором заводятся клинья и производится расклинивание конструкции. Так в сборе выглядит конструкция подкрепления с применением промежуточной вертикальной стойки. Данный пример подкрепления водонепроницаемой переборки позволяет обучаемым познакомиться с различными вариантами опор. И дает наглядное представление о расходовании аварийного материала при подкреплении больших площадей. Для отработки действий по ликвидации водоотечности в отсеке тренажера имитируются разные виды пробоин в различных местах корпуса судна. Бортовая трещина в углу отсека. Повреждение трубопровода на изгибе. Бортовая трещина в середине отсека. Несколько мелких пробоин. Повреждение трубопровода в прямостенной части. Трещина полотна вдоль набора корпуса судна. Рваная пробоина в борту судна. Трещина в днище или палубе судна. Если пробоина находится рядом с поперечной переборкой, то для раскрепления щита можно использовать ее силовой набор. Для этого установить стойку для поддержки щита, установить войлочный мат, установить деревянный щит с прокладкой, установить развязной упор и раскрепить им щит. Чтобы разнести нагрузку от упора под его пятку, надо поставить брусок. Так выглядит в сборе конструкция заделки бортовой трещины в углу отсека. Для заделки бортовой трещины необходимо перекрыть трещину с деревянным щитом с войлоком в качестве уплотнителя. Установить прокладку для распределения нагрузки по всему щиту. Установить упор между щитом и опорным брусом. Завести к линии и максимально расклинить упор до устранения водотечности. Так выглядит в собранном виде конструкция заделки бортовой трещины с помощью щита, войлока и упора в переборку. Трещины вдоль набора судна можно заделывать профилированным брусом, обитым войлоком. Устанавливается один или несколько упоров, разнесенных по высоте пробоины. Упоры расклиниваются. Затем устанавливаются и расклиниваются малые упоры до устранения водотечности. Так выглядит собранная конструкция заделки повреждения вдоль набора судна. Заделывать малые пробоины, имеющие ровные или рваные кромки наружу корпуса под большим давлением воды, необходимо так, чтобы основное усилие от давления воды на пластырь воспринимал заранее поставленный упор. Для этого рекомендуется поставить пластырь над пробоиной, установить упор и слегка его расклинить. Кувалдой оставить собранную конструкцию на пробоину, чередуя удары по пластырю и концу упора. Для уменьшения фильтрации до разумных пределов плотно забить клинья. Применение раздвижного металлического упора в аналогичной ситуации имеет свои особенности. После установки щита с войлоком над пробоиной и раздвижки упора на необходимую длину шпирь и гайка должны располагаться так, чтобы можно было уменьшить длину упора. Затем производится осаживание щита на пробоину и при необходимости производится одновременное уменьшение длины упора. Для уменьшения фильтрации воды упор максимально обжимается. Пробоины, расположенные между набором судна, можно заделывать применением аварийных сукцин для шпангоутов углового и бульбового профиля. Для этого установить аварийную струбцину над пробоиной и завести захват из-за шпангоута. Установить пластик между переборкой и подпятником винта струбцины и выбрать винтом в глубину. Опустить одновременно струбцину и пластырь на пробоину и обжать винт до устранения водотечности. Так выглядит в собранном виде конструкция заделки малой пробоины с помощью пластыря с мягкими бортами и аварийной сукциной. Пробоины с рваными кромками до 100 мм наружу и внутрь корпуса можно заделывать коробчатым пластырем, который в данном случае крепится крючковым болтом. Для этого к крюку болта надо надежно привязать подходящий отрезок арматуры. Отвернуть гайку, снять шайбу, развернуть отрезок арматуры вдоль болта, протолкнуть наружу корпуса болт и зацепиться арматурой за края пробоины. Отвести болт в сторону от оси пробоины, одеть на него коробчатый пластырь, набросить шайбу и гайку, и вращая гайку, как можно ближе подвести пластырь к пробоине. В последний момент развернуть болт вдоль оси пробоины и окончательно прижать пластырь. Успешное окончание устранения водопечности закрепляется установкой цементного ящика. на тренажере также могут проводиться тренировки в условиях, максимально приближенных к реальным. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...